2 октября в России 80 лет исполняется профессиональному образованию. Система профтеха берет свое начало в 40-м году, когда был принят указ Президиума Верховного Совета СССР о государственных трудовых резервах. На сегодняшний день в Верхней Волжье насчитывается 48 учебных заведений, готовящих профессионалов в технической, экономической, агропромышленной и других отраслях. Торжественное собрание, посвященное круглой дате, прошло в пятницу в Тверской областной филармонии. На нем присутствовала съемочная группа нашего телеканала. Директор Калязинского колледжа Нина Рыбакова профессиональному образованию отдала большую часть своей жизни. Она и сама выпускница профессионального училища, а с 2009 года руководит учебным заведением в районном центре. В Калязинском колледже на данный момент обучается порядка 400 человек. В основном в учебном заведении готовят будущих преподавателей по различным специальностям. Как отмечает Нина Рыбакова, в последнее время среди абитуриентов наблюдается заметное повышение интереса к профтехучилищам. Радует, что сейчас идут целенаправленно. То есть дети действительно уверены, что они хотят получить педагогическую специальность. Востребованы достаточно хорошо. Более того, парни-физкультурники у нас на четвертом курсе уходят уже работать. За свой многолетний труд в системе профессионального образования Нина Рыбакова была удостоена благодарности губернатора Тверской области. Также из рук главы региона почетные грамоты и нагрудные знаки получили целый ряд педагогов и руководителей колледжа Верхней Волжья. Выступая перед собравшимися, Игорь Руденя отметил, что Тверской край внес значительный вклад в создание отечественной системы профессионального образования. Силами молодых рабочих и мастеров были созданы крупнейшие объекты промышленности агропромышленного комплекса, построены тысячи километров дорог, миллионы квадратных метров жилья. Как отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович, будет достижение больших целей в нашей стране всегда обеспечивалось серьезными изменениями профессионального образования. Вот и сегодня на современном этапе перед нашей страной Российской Федерацией знают исторические задачи по модернизации инфраструктуры, по развитию социальности, ну и так вот все, конечно, хорошо все знаете, по цифровизации экономики. Решение этих и других задач подчеркнул губернатор невозможно без квалифицированных кадров. Их подготовке на сегодняшний день в Тверской области уделяется большое внимание. Так, в регионе созданы и действуют 10 отраслевых производственно-образовательных кластеров. При их формировании учтены стратегии регионального развития, реализация инвестиционных проектов, возросшие потребности предприятий в кадрах. Это позволяет обеспечить надежные гарантии для трудоустройства выпускников колледжа Верхневолжья. Роль и значение переценить очень сложно. Это очень важная часть нашей системы образования, потому что ребята в школе готовятся, профессионально самоопределяются, но непосредственно свои профессиональные компетенции они наращивают именно на площадках наших колледжей. Ежегодно государственная система профессионального образования Тверской области выпускает на региональный рынок труда около 5000 рабочих и специалистов. Средний показатель занятости выпускников профессиональных образовательных организаций составляет 98%. Самыми популярными направлениями профессионального образования в регионе являются инженерное дело, здравоохранение, сельское хозяйство, образование, а также искусство и культура.